Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаем делать обзоры квартир на продажу в Анталии. Кому интересно, кто заинтересован в покупке, кто-то может быть просто смотрит, интересно посмотреть, какие квартиры в Анталии, сколько стоят, ну в общем, прицениться, так скажем. Сегодня покажу вам две квартиры, бюджетные варианты, просите меня подешевле, что есть. Сейчас, конечно, уже я понесла, мне кажется, сейчас уже везде все дорого, если говорить о лирах. И, кстати, бывают сообщения от вас, ой, нет, эта квартира вообще столько не стоит, а эта квартира тоже столько не стоит, а эта не столько не стоит. Я тоже могу также сказать, что эта квартира не стоит этих денег, но, к сожалению, уже нет других цен вообще, в принципе. Например, многие обращаются ко мне, говорят, Тань, мы хотим небольшую квартирку, чтобы была 1 плюс 1, там однокомнатная, нам не важно, нам главное подешевле. Иногда бывает, что квартира 1 плюс 1 дороже, чем 2 плюс 1. Такое бывает, все зависит от дома, где он находится, какой дом, старый, новый, сколько комнат, ну, комнат, да, это все, все суммарно, все вот это вот зависит от того. В предыдущем видео там тоже посмотрите на этом или на другом канале я добавляла видео. К примеру, квартира 2 плюс 1 по квадратуре примерно одинаковая, но цена разная. Одна квартира там типа 2,5 миллиона, другая квартира 1,5 миллиона, разница огромная. Но почему так цены такие, почему разные цены? Ну, во-первых, мне кажется, застройщики разные цены ставят, да, на свои квартиры. Кто сколько хочет, а столько и продает. Ну, как говорится, есть покупатель, есть продавец. Подложили такую цену, хотите берете, хотите не берете. Цены не я придумываю, не я от балды говорю. Цены говорят мне агентство, которое, ну, собственно, продает эти квартиры. Поэтому я, ну, как бы ничего не могу сказать про цены. Вот, и сегодня в этом видео сняла для вас два варианта квартиры, бюджетные варианты. Вот как раз-таки 1 плюс 1 на нулевом этаже. Да, и, кстати, многие хотят 1 плюс 1 на втором, на третьем этаже. Очень редко бывает в Анталии квартиры, где 1 плюс 1 есть на втором или на третьем этаже. В основном 1 плюс 1 квартиры на нулевом этаже. Это Гиришкат, либо Йоксек Гириш, высокий первый этаж. Там также бывает 1 плюс 1. Ну, вот, как бы так, да, если вы хотите квартиру не Гиришкат, то это по-любому будет либо 2 плюс 1, 3 плюс 1, ну, и так далее. Вот, одна квартира будет 1 плюс 1. Сейчас в ней живут хозяева, но они ее продают. Продают они, по-моему, за 950 тысяч лир. Я записала все в видео, вам покажу точную цену. Сейчас прям сразу вот не скажу. Вот, и вторая квартира 2 плюс 1, но она на этаже не Гиришкат. То есть, вот, как многие любят, всегда обычно говорят, а мы не хотим Гиришкат. Ну, не знаю, почему, у всех как бы разные свои требования, да. Вот, и вторая квартира будет на втором этаже. Кстати, сейчас тоже скажу вот это вот видео. Мне недавно присылают тоже одна моя знакомая. Присылает видео, где-то она в ТикТоке. Я знаю, что сейчас многие почему-то стали продавать квартиры в ТикТоке. Это что-то такое новое. Я, честно говоря, там не сижу и не знаю, раньше мы так-то иногда снимали туда видео, но сейчас не снимаем, не знаю. Вот, и мне присылают видео, говорят, вот в Анталии, в центре Анталии, есть там квартира 75 тысяч долларов. Стоит супер предложение, новый дом там, шикарный вообще. Это вот к тому, что я как-то снимала видео и говорили, вот у меня кто знакомые продают, да. Кто-то еще тоже писал, что это не знакомые продают. Это мы продаем, нет, это реально продают наши знакомые. Если хотите убедиться, можете сами приехать, вам покажут этапу и имя, кто вписан в этот этапу, чья это квартира. Собственно, это не наша. Как раз таки видео вот про друзей нашей квартиры. Так вот, кто-то писал, что они не стоят этих денег, когда там очень дорогая эта квартира. Вот есть, вот тут есть другие варианты. Вот, пожалуйста, за 75 тысяч долларов вот такой вот вариант. И скидывают видео вот это вот в ТикТоке. Там, значит, рассказывает какой-то риэлтор, что, мол, вот есть квартира, новый дом, шикарный. Тут вот все чистенько, новенько, ремонтик только сделала. Я смотрю на эту квартиру и понимаю, что я знаю эту квартиру. Я в ней уже как-то была. И это не новый дом. Вот очень часто риэлторы показывают видео, например, там какие-то выставляют фотографии. И не показывают рядом, что находится с домом. Даже я, когда мне ко мне обращаются, я говорю, обязательно, когда будете покупать себе квартиру, смотрите, что рядом с домом, как дом выглядит, какой дом, где что рядом, какие-то там школы, магазины там и так далее. Обязательно это все уточняйте, узнавайте. А там чисто снято внутри, то есть внутри квартира, как бы, вот все тут новое, все новое. Но я-то понимаю, что это не новое. Это дом вообще уже лет 10, как минимум. Вот. А его показывают как новую. Ну, то есть я не знаю, либо это обманывают, либо они не знают просто, что дом старый. Хотя, как его можно знать, по нему видно, что он не новый. Ну, в общем, сразу вам скажу, вот на будущее, да, вы когда выбираете себе квартиру, когда вы ищете квартиру, обязательно смотрите на все нюансы. На все абсолютно, смотрите, какой дом. Обязательно документы, чтобы все были, чтобы там ТАПУ, ИСКАН, все было на дом готовое. А не так, что ну там будет, ну там будет. Или там говорят, там газ есть. Ну да, он здесь есть, ну вот типа будет. Если его нет, то его нет газа. Он будет, конечно, будет. Они не врут вам, но он может быть там через 10 лет этот газ, никто этого не знает. Вот поэтому внимательно смотрите квартиры, когда покупаете. И у кого покупаете, обязательно. И вообще хочется записать такое видео, чтобы все на будущее знали, где, за что вы должны платить за все этапы. То есть там сколько агентства берет, какой налог с продажи там, например. Какие еще документы, переводы документов, фотографии там, все-все-все. Но если интересно, я могу отдельное видео на эту тему записать, чтобы вы знали. Потому что тоже бывает, знаете, ко мне обращаются, говорят, вот мы там покупаем квартиру. Вот такой, только нас денег требует, там вот это, вот это, вот это. Агентству там 3%. Я говорю, так, стоп, секундочку. Какие агентству? 3%. Такого нет. По закону 2% берет агентство. Никит, 3-4% такого не может быть. Это значит, вас уже 100% обманывают. 2% по закону берет агентство, любое агентство. Если вас там, конечно, дурит или кто-нибудь там еще хочет, я не знаю, на вас навариться, да, скажем так, грубо, то они могут и 3, и 4, и 5% написать. Вот так, чтобы не попадались на такие вот уловки, запишу для вас отдельное видео и расскажу. Ладно, у нас сегодня обзор квартиры, 2 квартиры на продажу. И 2 квартиры, вот как раз-таки, да, 2 плюс 1. Не новый дом, но цена очень привлекательна. И квартира вообще очень хорошая. Мне она очень нравится. Давайте покажу вам. Итак, квартира на нулевом этаже. Гиришкат называется. Сейчас пройдем внутрь. Посмотрим, здесь сейчас живут хозяева, но они продают эту квартиру. Сейчас будем смотреть. Здесь такой вот коридорчик. На сегодня это, кстати, одна из самых дешевых таких квартир. Здесь салон, такой вот зал, балкон есть тут. Большой, в принципе, балкон, можно застеплить его. Кухня. Кухня небольшая. Здесь 1 плюс 1, кстати, квартира, да, вот кто спрашивает из небольших таких вот квартир. 1 плюс 1, в принципе, чистенькая, хорошая, ухоженная. Хозяева здесь тоже живут, они вполне хорошие, нормальные люди вроде. Здесь душ, туалет. Да, квартира небольшая, но чистенькая, светленькая. Покажу на улице немножко территория. Здесь, кстати, рядом трасса Д-400, и вот тут вот прям эта квартира на нулевом этаже. Ну, высокий первый этаж. Вот, и дом хороший такой прям. Такой бюджетный вариант. В таком доме ему около 10 лет, мне кажется. Дом, кстати, видел у какого-то риэлтора или не знаю даже, кто это, блогер. Тоже показывали эту квартиру. Говорили, что новый дом. Ну, почему-то иногда вот многие риэлторы не показывают дом снаружи. Почему-то они показывают только внутри, и там могут рассказывать все, что угодно. А я говорю по факту, что этот дом не новый. Однозначно тут сразу видно, что он не новый, конечно же. Хотя выглядит он хорошо. Ну, прилично, в принципе. В нашем же районе Козеларык, Мурат Паша. Место расположения, кстати, этого дома очень хорошее, потому что здесь рядышком прям две дороги идут. Ну, в общем, удобное место расположения. Здесь и автобусы рядом проходят, все рядышком. Квартира на втором этаже. По-турецки второй этаж здесь. Пойдемте, покажу вам. Давайте покажу внутри. Кстати, скажу сразу, газа нет в этой квартире. И здесь пять квартир на этаже. Ну, видно было, дом, в принципе, большой такой. То есть у вас будет пять соседей. Здесь коридор. Я думаю, что здесь нужен все-таки такой, может быть, косметический какой-то ремонт. Здесь коридор, да, вот я уже сказала. Покажу здесь. Душевая. А, здесь сделали, кстати, ремонт. Я когда здесь как-то была, здесь не было ремонта. Вот, все сделали. Плитку новую положили. Ну, в принципе, да, симпатично стало. Обновили, скажем так, чуть-чуть квартиру. А, ну, тут стенки, в принципе, покрасили. Вот здесь вот одна комната, получается. Такая вот с видом, кстати, и роль ставни ей закрывается. Очень хороший вариант сейчас. Очень бюджетный вариант. Потому что, я говорю еще раз, место расположения отличное. Квартира вообще очень хорошая. Я думаю, что она скоро найдет своих покупателей. Довольно-таки это быстро будет. Потому что таких вариантов на этаже. Тем более, квартира не нулевой этаж, ничего. То есть цена очень хорошая сейчас. Здесь такая вот небольшая комнатка. Но это не для большой семьи, сразу говорю. Потому что комнатки небольшие здесь. Вот, вид такой. Смотрите. Здесь вот так вот. Стенки тут покрашены. В коридоре есть шкаф. Такой. И здесь салон. Салон, в принципе, большой. Вместе с кухней. Ну, здесь как бы кухня так вот отдельно сделана. Мне нравится. Сюда можно вполне там телевизор. Сюда можно стол поставить. Ну, места много, короче. Здесь такой этот коридор. Салон. Залон большой. Просторный. Вот она. Ну, я говорю, что ремонт нужно сделать. Ну, в принципе, стеночки обновили. Здесь уже не так плохо. Раньше, когда я здесь была, здесь не было такого. Также здесь такая вот кухня. Ну, чуть-чуть, да, тоже здесь поменяли мебель. Здесь, наверное, другая была. Вот. Вытяжка есть. Ну, это все новое, я думаю, надо ставить. Кухня небольшая. Ну, с хорошим видом. Такой вот у нас соседний дом. И балкон. Балкон здесь небольшой. Ну, хотя как небольшой. Нормальный здесь тоже. Стол может стать спокойно. Поставить можно. Краник такой есть. Вот. Пока продается. Здесь рядом школа. Кстати, за этим домом прям начальная школа. Средняя школа. Здесь недалеко до базара. Буквально рядышком. Ну, я здесь рядом. Мама здесь рядом живет. Вот. Вид такой неплохой. Вот там даже видно автобус. Вон, проезжает прям рядом дорога. До пляжа можно доехать. То есть, ну, вот, я говорю, что хорошее здесь, это место расположения этого дома. Вполне неплохое. Вариант вообще классный. Два плюс один, еще раз говорю. Видели, что вторая квартира, она далеко не новый дом. Да, там сделали внутри ремонтик, но там старый дом. Но в очень хорошем состоянии. Сразу скажу, да, дом очень хороший. Мне понравилась. Очень привлекательная цена на сегодняшний день. Это вообще недорого. И, ну, вообще хороший вариант. Все, друзья. Если есть какие-то вопросы, пишите обязательно комментарии. Пишите мне на почту, если вдруг хотите приобрести. Вам нужно помочь что-то, я не знаю, перевести где-то. Ну, в общем, любые вопросы пишите мне на мою почту. С удовольствием вам помогу, отвечу. И увидимся с вами в следующем видео. Не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok